Добро пожаловать на онлайн-тренинг, посвященный коммуникации и капитализации проекта трансграничного сотрудничества. Управление проектом состоит не только из проведения мероприятий и освоения бюджета. Не менее важны люди, которые внедряют этот проект и отношения между ними. Иными словами, коммуникация является неотъемлемой частью проекта и требует тщательного планирования и достаточных ресурсов с точки зрения времени, денег, персонала и компетенций. Скорее всего, вы уже запланировали мероприятие по коммуникации в вашей проектной заявке. Наши герои, Анна, Борис и Вера, начинают реализацию проекта и вместе они столкнутся с задачей уточнения запланированных мероприятий по коммуникации. Но прежде чем посмотреть, как они с этим справятся, позвольте напомнить, что когда мы говорим о коммуникации проекта, мы имеем в виду общую структуру, состоящую из трех взаимосвязанных компонентов. Во-первых, это внутренняя коммуникация, которая позволяет координировать обмен информацией между партнерами. Во-вторых, это внешняя коммуникация, которая позволяет информировать о достижениях проекта. И в-третьих, капитализация, которая обеспечивает широкое использование непосредственных и конечных результатов. Успешное управление проектом подразумевает эффективную внутреннюю коммуникацию. Вы должны позаботиться, чтобы все партнеры одинаково владели своевременной, надежной и доступной информацией, так как это позволит им в полной мере стать соучастниками процесса реализации проекта. Действительно, нам сначала нужно наладить обмен информацией между собой, чтобы все были хорошо осведомлены о ходе проекта, перед тем, как сообщить об этом широкой публике. Нам нужно подготовить процедуры для обработки потоков информации. Кто информирует кого, о чем, как и когда. Для внутренней коммуникации есть только возможностей. Мы могли бы использовать Skype, совместные календари или интерактивные платформы для совместного использования файлов. Существует много инструментов, которые вы можете использовать, и мы уже упоминали некоторые из них в наших видео о партнерстве и об управлении проектом и мониторинге. Независимо от инструментов, которые вы используете, не забудьте отслеживать обмен внутренней информацией, а в случае встреч или звонков обмениваться по электронной почте кратким резюме основных договоренностей, чтобы обеспечить их совместное понимание. Ну что, вы готовы рассказать о вашем проекте всему миру? Хорошо-хорошо, не бойтесь, так как основные элементы плана коммуникации вы уже определили на стадии разработки проекта. Однако теперь нашим героям предстоит разработать детальный план коммуникации. Давайте посмотрим, как они с этим справятся. Чтобы перейти к практическим аспектам нашего плана коммуникации, можно использовать тот же подход, что и к проекту в целом. Я имею в виду, мы должны разработать логическую матрицу. Здесь мы сформулируем ключевые сообщения, определим мероприятия и результаты, а также наши целевые группы. Отличная идея! И нам понадобятся также индикаторы мониторинга, чтобы определить, насколько успешно мы реализуем наш план коммуникации. К примеру, я думаю о количестве участников на наших мероприятиях или количестве посетителей нашего сайта. Мы уже включили некоторые индикаторы для коммуникации в логическую матрицу проекта. Не забывайте также о качественных индикаторах, которые помогут вам проверить, достигли ли ваши сообщения соответствующие целевые группы. Но для измерения этих индикаторов нам потребуются дополнительные инструменты, например, интервью или онлайн-опросы. Это дополнительные усилия. Давайте рассмотрим мероприятия, которые мы запланировали на первый год. Ого! Довольно плотный график. Мы запланировали запустить наш веб-сайт в течение несколько месяцев после начала проекта, организовать три общественных мероприятия и опубликовать как минимум три пресс-релиза. Подождите! Вы уверены, что этот план по-прежнему актуален? Скорее всего, вам необходимо его пересмотреть, принимая во внимание обновленный рабочий план. Крайне важно, чтобы в этом процессе тесно сотрудничали менеджер проекта и менеджер по коммуникации. Они должны координировать свои действия по планированию проектных мероприятий и информированию о них. Как ведущий партнер мы все предусмотрели? И уже в ближайшие дни к нашей команде присоединится менеджер по коммуникации. Ей уже были предоставлены все документы по проекту. Рада слышать! Но как вы думаете, она сможет одна справиться с таким объемом работ? Хорошее замечание! Действительно, менеджер по коммуникации должна эффективно информировать о достижениях проекта. Она также должна будет координировать все коммуникационные мероприятия и проверять их соответствие требованием программы по визуальному представлению. В этом, скорее всего, ей потребуется поддержка со стороны всех партнеров. Верно! У нас в региональном совете есть отдел по связи с общественностью. Я посмотрю, кого можно будет назначить экспертом по коммуникации. Когда вы определились с командой экспертов по коммуникации, пересмотрели и скорректировали соответствующее мероприятие, пришло время определить более конкретно, как вы сможете использовать инструменты коммуникации, предусмотренные в рабочем плане. Такие как веб-сайт, мероприятия, сети сотрудничества, социальные сети, традиционные средства массовой информации, видео, публикации, информационные бюллетени и т.д. В нашем плане коммуникации мы определили широкий круг различных лиц и организаций в качестве наших целевых групп. Но теперь мы должны подумать, как донести до них информацию. Мне кажется, мы должны сделать ставку на социальные сети, поскольку они недорогие, быстрые, предоставляют информацию и возможность взаимодействия в реальном времени. Они могут увеличить посещаемость нашего веб-сайта и дают отличную возможность устанавливать контакты и общаться с заинтересованными лицами. Но все же сначала мы должны договориться, какую информацию мы хотим донести до наших целевых групп. На мой взгляд, нам прежде всего необходимо сформулировать 2-3 ключевых сообщения, которые являются короткими, простыми и дают четкое представление о проекте. В конце концов, как партнеры по проекту, мы должны выступать единым фронтом. Например, мы могли бы сказать, предотвращение загрязнения водных ресурсов является общей целью для нового трансграничного партнерства региональных властей Алавира, Ривала и Экологической Ассоциации, которые проведут ряд мероприятий, ориентированных на фермеров и владельцев собственности на прибрежных территориях. Очень хорошо! Независимо от того, какие инструменты вы используете, не забывайте, что когда вы пытаетесь привлечь внимание средств массовой информации, важно использовать технику повествования. Конечно, чтобы ваша история выглядела убедительной, вам сначала нужно иметь конкретные цифры и факты. Однако не забудьте подчеркнуть человеческий аспект, когда будете рассказывать о достижениях проекта. И последнее, но не менее важное. Помните о требованиях Европейской комиссии и обратитесь к документам по реализации проекта вашей программы, так как она может предъявлять дополнительные требования по коммуникации и визуальному представлению. Итак, проект должен не только достичь запланированных результатов и информировать о них, но и сделать их доступными для широкого использования и репликации. Что это значит? Позвольте мне привести конкретный пример. В ходе реализации проекта наши партнеры разработают схемы и процедуры для регулярного трансграничного обмена данными и результатами анализа проб воды. Очень важно сделать эту информацию доступной для заинтересованных вне проекта и побудить их к использованию и распространению результатов проекта. Все усилия направленные на обеспечение потенциальной передачи достижений проекта будут частью вашей стратегии капитализации. Очень интересно. Я знаю, что национальный проект, реализуемый Министерством окружающей среды, имеет похожую тематику и было бы интересно обменяться с ними данными измерений. Мы могли бы пригласить их на нашу следующую конференцию по проекту. Мы даже запланировали бюджет для таких участников. Отлично! И не забывайте, что мы также предусмотрели членство в нескольких региональных сетях муниципалитетов и неправительственных организаций, занимающихся сохранением чистоты речных вод, чтобы объединить наши действия и способствовать распространению нашего опыта по восстановлению околоводной растительности и уменьшению использования удобрений. Прекрасно! Я вижу, вы поняли, что такое капитализация. Но вы можете пойти дальше. Думали ли вы о том, как убедить целевые группы, аналогичные учреждения и организации использовать результаты вашего проекта в других инициативах? Сложная задача. Мы знаем, как трудно заинтересовать другие организации. Но если мы привлечем их в наш проект с самого начала, то мы могли бы на них рассчитывать. Мы могли бы пригласить некоторых из них для участия в наших технических комитетах, или опубликовать информационные брифинги, или даже лучше подготовить рекомендации о том, как в более широких масштабах использовать протестированное в нашем проекте оборудование и технологии. Подождите, столько всего! Возможно, нам следует разработать план капитализации, включая соответствующие мероприятия, целевые группы и предполагаемые инструменты. Так держать! И не упустите возможности принять участие в мероприятиях, организованных вашей программой, национальными или региональными органами, которые способствуют капитализации результатов проектов. Ура! Я только что видела, что наш первый твит собрал 30 лайков меньше, чем за два дня. Похоже, наше сообщение о необходимости борьбы с загрязнением рек нашло много читателей. Для всех шагов, которые мы описали в этом видео, вы найдете информационные и вспомогательные материалы на нашей платформе. Мы надеемся, вам понравился этот онлайн-тренинг трансграничного сотрудничества. Субтитры создавал DimaTorzok